Эфир телеканала «Россия-24» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте. Вот о чем будем говорить сегодня. За Путина сбор подписей в поддержку кандидатуры действующего президента на предстоящих выборах стартовал и в Ульяновской области. Первые фотографии в перинатальном центре «Мама» наряжают новорожденных в праздничные костюмы. А также наши дзюдоисты вновь в числе лучших расскажем об успехе юных спортсменов. Итак, Россия на старте одного из самых важнейших общественно-политических событий. Подготовка к выборам президента уже началась. Сейчас идет процесс выдвижения кандидатов на пост руководителя страны. На заседании штаба по общественному наблюдению как раз обсуждался первый документ, дающий старт в юридическом, политическом, техническом смысле всей работы, которую делают различные институты государственной власти. Главная задача их, конечно, дать максимально простую, полную, объективную возможность, удобным способом для избирателя обеспечить свое волеизъявление. И у каждого, кто будет принимать части в этих выборах, должна быть уверенность о том, что выборы конкурентны, легитимны и чисты. Сомнения в этом возникают у зарубежных политических коллег, которые открыто заявляют о непризнании российских выборов. Поэтому у отечественных экспертов возникают опасения по поводу несанкционированного вмешательства в выборный процесс, деструктивного поведения на участках и различных провокаций. Члены штаба в работе с наблюдателями должны обратить внимание на то, чтобы, наблюдая, пресекать, не допускать вот таких случаев, в случае их возникновения, как действовать, куда обращаться, что предпринимать. И с правовой точки зрения, и с точки зрения организационной и политической, у нас независимый избирательный процесс, нам не надо ни на кого оглядываться, у нас свои особенности культуры, может быть, какие-то свои особенности демократического процесса, потому что мы не должны стремиться повторять какие-то страны. Главная задача политиков построить демократию и демократический процесс, который прежде всего даст положительный эффект для нашей страны, государства и граждан. В этом направлении идет работа уже сейчас. Выборы президента страны – одно из важнейших событий 2024 года. 16 декабря в Москве инициативная группа по выдвижению Владимира Путина на пост головы государства единогласно поддержала его кандидатуру. По всей стране заработали региональные избирательные штабы кандидатов президента Владимира Путина. Работа по сбору подписей началась и в нашем регионе. Работа избирательного штаба Владимира Путина в регионе набирает обороты. На территории нашего города с 22 декабря заработали пункты сбора подписей, куда поддержать действующего президента пришли граждане разных щенок и должностей. Люди, уважаемые и выражающие мнение целых групп. Буквально на прошлой неделе я вернулся с Донецкой, Запорожской области. И люди уже жители в виде коврыса-баннеры, которые рассказывают о том, что будут выборы. И те жители освобожденной территории поддерживают также нашего президента Владимира Владимировича Путина. Поскольку глава государства идет на выборы как самовыдвиженец, по закону необходимо собрать 300 тысяч подписей в его поддержку. Именно эта задача стоит перед штабом. Стоит отметить, что за 4 дня сбора подписей их количество уже приближается к 5 тысячам. Я поддерживаю политику действующего президента. И очень рада, что Владимир Владимирович выдвинул свою кандидатуру на должность главы государства в качестве кандидата на предстоящих выборах. И я готова его поддержать, отдать свой голос. И поэтому я здесь. Это единственная кандидатура, действующая наш президент. То есть своя его политика очень правильная, очень надежная, очень уверенная. Нам бы хотел, мне бы, конечно, себя говорю, мне бы очень хотелось, чтобы это было продолжение. Именно в такой политике. Я эту политику очень поддерживаю, очень понимаю. Поддержать кандидата Владимира Путина может любой желающий. На пунктах работают волонтеры, которые помогут в оформлении заявки и ответят на возникающие вопросы. Нужно наличие паспорта у человека и прописки непосредственно в Ульяновской области. То есть если он гражданин России проживает в Ульяновской области, то есть он может непосредственно проголосовать. На территории региона развернулось порядка 10 точек сбора подписей. Они организованы в самых доступных местах. Это сам избирательный штаб по адресу улицы Спаская, 8, штаб ОНФ на Кузнецова, 20, а также торговые центры Аквамол, Пушкаревское кольцо, Дарс и Самолет. Кроме того, действует несколько точек в Димитровграде. Пункты сбора подписей работают ежедневно по будням с 8 до 18.00 и выходные с 13 до 19.00. Мадина Исмаилова, Александр Рассохин, Вести, Ульяновск. К другим темам в стиле Нью-Борн. Такие фотографии теперь могут сделать новоиспеченные родители своих новорожденных детей в перинатальном центре «Мама». Там открылась специальная фотозона, где можно запечатлеть малютку в костюме гнома или Деда Мороза. Самое интересное, что все это медики сделали своими руками. О том, что еще сотворили добрые доктора Элла Шахова. Яне три дня от роду, и у нее уже первая фотосессия. Юная фотомодель не против переодеваний. Поела недавно. Здесь Новый год. Такие мы красивые. Нового человека врач облачил в костюм новогоднего гнома и поместил в гнездо. Так здесь называют корзину, куда кладут малыша в центре фотозоны. Мама в качестве ньюборн-фотографа. Термин ньюборн дословно переводится с английского языка как «новорожденный», то есть «фотографирующий малюток». Сейчас очень редко, когда делаем какие-то такие фотографии, так, чтобы распечатать в основном все в телефоне. И поэтому очень здорово, что такая возможность предоставилась. Идея создать такую фотозону принадлежит медикам отделений новорожденных перинатального центра «Мама». Более того, они сделали ее своими руками. Вырезали из картона дома, обклеивали ватой. А костюмчики Деда Мороза или новогоднего гнома связала Дарья Червонная, врач-неанатолог. Вспоминает, на шапочку ушло несколько часов, а на комбинезончик – пару дней. Ну, зато это положительные эмоции для мам, родственников. Такие моменты, они самые неповторимые. То есть это способствует более лучшему, быстрому выходу женщины из стресса. Есть положительные эмоции. Домашний уют и праздничное настроение здесь стремятся привнести, украсив и само отделение. Саня со Снегурочкой тоже делала рук местных медиков. Делала это сани я сама. Даже элементы где-то от игрушек, от бус домашнего производства. В общем, такие сани получились позитивные. Не хватает, конечно, коней, но это на дальнейшую фантазию следующего года. Обновили в новогоднем стиле в отделении новорожденных и часы. Ну, а семья Яны уже все приготовила для ее прибытия домой. И свой самый прекрасный новогодний подарочек там ждут с нетерпением. Илла Шахова, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. И о спорте. Шесть медалей из Гомеля привезли юные дзюдоисты в Республике Беларусь. Определили победителей и призеров международного юношеского турнира. Слово Гульнаре Шариповой. Ульяновскую область представляли девять спортсменов. Трое из них поднялись на верхнюю ступень педестала. Результат оказался, он превзошел все ожидания, потому что мы из шести стран, из 80 с лишним команд, оказаться в лидерах. Ну, нас это очень сильно удивило, очень сильно порадовало. И, кстати, в неофициальном командном зачете наша школа заняла пятое место с 84 команд. Одну из первых побед у нашей команды принесла Валерия Щукина. И это, по словам тренера спортсменки, один из самых ожидаемых результатов. В свои 12 лет юная дзюдоистка объездила полстраны. В схватке я выиграла Япону. Было 4 схватки. Финал самый сложный. Ну, мы боролись примерно 2 минуты. Она начала брать захват. Я ее подловила и бросила. Я ехала туда уже за первым местом. Я уже настроена была. Для Алексея Яшнова все схватки заканчивались с дополнительным временем. Но именно там спортсмену удавалось проявить характер и в итоге завоевать еще одно золото для команды. Мне понравилась очень атмосфера, хорошее впечатление. Ну, достаточно престижное соревнование. Финал был, наверное, самый легкий с мальчиком из Севастополя. Тоже довольно быстрый. Смог я его победить с помощью броска передней подножкой. Еще одно золото на счету Николая Ильина. Бронзовые медали международного турнира завоевали Константин Денисов, Наджибулон Осибов и Камила Сайфулина. Хорошие соперники попались. Вот было три с России девочки, одна белорусская. Был опыт побороться с разными соперниками из разных стран. Что-то учла для себя, что нельзя, что надо было доделать. После новогодних праздников юных дзюдоистов ждут сборы в Оренбурге и Туапсе. Начнут готовиться к первенству Ульяновской области. Турнир состоится в марте. Его победители отправятся на первенство ПФО. Лучшие в округе, в свою очередь, представят регион на первенстве страны. Кульнара Шарипова и Михаил Державин. Вести Ульяновск. На этом все. Спасибо, что были с нами. Приятного вам вечера. Все о выборах в России. Мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно. Важно, честно и удобно. Зачем на выборах камеры? Я сегодня с папой вместе оказался в новом месте. Он хотел голосовать, кандидата выбирать. Мы зашли, я сразу замер. Пап, зачем здесь столько камер? Наблюдение за ходом честных выборов народом гарантирует закон. Наших прав на страже он. Если будет подозрение, что случилось нарушение, зафиксируют мгновение этот случай наблюдения. Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. И удобно. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег по югу области, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью по области от нуля до минус пяти. В Ульяновске минус два, минус четыре. Завтра днем по области от нуля до минус трех. В Ульяновске от нуля до минус двух. На отдельных участках дорог Гололидица.